Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Действительно, это радиоблог с Игорем Цезарским, которого картинка сейчас появится на экранах, и мы начнём программу. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Смёжа. Рад тебя слышать и, соответственно, рад в очередной раз встретиться с нашими радиослушателями. Прежде чем мы начнём программу, я хотел бы сказать несколько слов, предварить тем, что буквально вчера мы, ну кто мы, это медиагруппа «Континент» и все подразделения этой самой группы моей создали телеканал такой на Телеграме. Ну, я рад, что наши слушатели быстро среагировали. Вот на сегодня, прямо сейчас, на данный момент, 420 человек подписалось на наш Телеграм. Надеюсь, что будет больше, потому что прошло только... Прошло сутки прошли. Ну, мы ждём и остальных. Почему? Потому что не очень надёжный источник Ютуб, не очень надёжный источник Фейсбук. Ну, а Твиттер просто отстой, от которого мы все с лёгким сердцем уже отходим. Это такая преамбула. Ну, кстати говоря, на Телеграм-канале мы также выставляем наши не только ролики, но и тексты. Можете почитать сегодня. Хороший материал вышел Елены Приговой, посвящённый Мартину Лютру Кингучей. День сегодня празднует вся Америка. Он называется «Реквием по мечте». Очень рекомендую. Ну, и одновременно могу сказать, там же ещё один материал, он же иного свойства. «Антифа» рекламирует запланированные на 20 января погромы. Вот это Твиттер с удовольствием у себя ставит. То есть это можно, а вот что-то нельзя. Ну, хорошо, что можно, что нельзя. Мы как раз и продолжим разговор об этом с моим товарищем журналистом-политологом из Бостона Игорем Туфитом. Игорь, привет. Привет. Ну, скажем так, вчера мы сделали с тобой запись на очередную запись на нашем канале ТВ-клуб «Континент». Я надеюсь, что кто-то из слушателей народной волны слышал это, возможно, на ус что-то намотал, кто-то, может, не слышал. Может, мы тематику оттуда начнём, то, с чего там разговор вели, и продолжим, потому что сегодня наверняка у тебя есть и сегодняшние какие-то новости. Да, да, есть новости. Кстати говоря, если мы продолжим разговор вчерашнего дня или, по крайней мере, повторим его в каких-то деталях, то здесь было бы уместно сказать, что когда мы говорили о двух самоубийствах, одно во Франции, одно в штате Джорджия, то вот буквально после записи появились новые подробности. Оказывается, что не тот покончил жизнь самоубийством. Компьютер не он украл у Пелози, а взяла его женщина, которую сейчас разыскивает ФБР, но уже известно, что она сообщила, я не знаю, правда, в каких соцсетях, и почему её за это не заблокировали, что она собирается продать компьютер, ноутбук Нэнси Пелози российским разведывательным органом, правоохранительным органом, то есть вот такой вот у нас новый появился поворот, новый поворот, и мотор рывёт, как известно, в этой ситуации. Так что ищет полиция, ищет милиция, девушку какую-то лет двадцати пяти, ищет и не могут найти. Ну, серьёзно. За то, как мы вчера говорили, за один день они определили, что самоубийством было господина Джорджия из Джорджии, да? Да, да. Ну, быстро, но на самом деле, что здесь всё видно? Оружие рядом, следы выстрелов в грудь из винтовки. Из двух винтовок, я бы сказал. Даже из двух винтовок. Ну, тем более, знаешь, это как я помню, в цирке даже был такой номер, там один из двух винтовок стрелял по каким-то там воздушным шарикам, которые висели под куполом цирка, и, в общем, этот номер пользовался популярностью, так что, видимо, господин Джорджия тоже, возможно, видел этот номер, где-то хотя бы там на Ютьюбе, или где-то ещё. Но, в общем, вот ситуация такая. А второе, что бы мне хотелось сказать из того, о чём мы не обсуждали вчера, что боевая готовность в Вашингтоне нарастает. Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чём, собственно, такие вот экстренные меры, потому что въезд в город практически закрыт. То есть, об этом говорят даже на телевизионных каналах. Например, такой телеведущий Билл Мар сказал, что зачем вообще солдаты? То есть, это будет как слушатели, что ли, вот 20 тысяч солдат, и говорят, что уже увеличивают вроде бы до 30 тысяч. Возможно, я не знаю, может быть, это так и будет. Но, на самом деле, инаугурация пройдёт при пустых трибунах, на самом деле. Потому что только солдаты будут. Это мне, на самом деле, напомнило универсиаду в Москве 1973 года, когда на матчи израильских спортсменов приходили курсанты военных училищ и занимали все трибуны. То есть, собственно говоря, видимо, инаугурация будет проходить в такой же похожей обстановке. Вообще, всё, что проходит здесь в последнее время, мне стало как-то больше напоминать Советский Союз, вот именно тех 70-х годов. Я не удивлюсь, что в ближайшем будущем в Уголовный кодекс будет введена какая-нибудь 64-я статья за измену Родины, 70-я статья, которая говорила о распространении информации за ранее заведомо порочащий строй. То есть, здесь, видимо, будет демократический строй межсоветского строя. Но на самом деле уже такие вещи начались, потому что, например, профессор университета в Калифорнии Истман, который представлял Трампа и выступал на митинге, был уволен с кафедры. Причем завкафедры или ректор университета заявил о том, что мы его увольняем не за то, что он там выступал, у нас же свобода слова, мы его увольняем за то, что его речь косвенно могла способствовать тому штурму, который был на Капиталистском холме. Ну, вообще, в этой ситуации что тут можно еще сказать? Вообще, косвенно все можно говорить. Можно и Байдена обвинить, что он косвенно тоже чему-то способствовал. На стаблок. Харис, ну, то есть, вообще, вот косвенное такое, знаешь, по касательной уже идет. Касательной идет. Кстати, интересная деталь, вот ты назвал цифру уже даже 30 тысяч нацгвардейцев, а ты читал же о том, что их уже трижды проверяют каждого, не дай бог, чтобы кто-то внутри не оказался из сторонников Трампа и не дай бог, что там не учудил. Ты читал об этом? Ну, я слышал об этом, да, но на самом деле это меня уже не удивляет, потому что у нас чистки уже начались, так что чистка в Национальной Гвардии, это на самом деле первое, что должны были сделать, также опять аналогия, ну, числа красных командиров, да, 34-й год, так что все идет по плану, с кого же начинать, как не с гвардейцев, тем более, которые в Вашингтоне непосредственной близости, я видел, как Нэнси Пелози выступала перед ними, читала им лекцию, как себя вести, видимо, у нее тоже большой опыт боевой подготовки, что она читает лекции. Да, это интересно, более чем даже. Ну, хорошо, с гвардейцами мы не то, чтобы разобрались, но смотри, завтра очень важный день, наверное, стоит напомнить, что будет там происходить и будет. Кстати, кстати, вот если говорить о гвардейцах, то мы все время там что-то с Советским Союзом как-то, но сейчас вот я почему-то с Францией хочу вспомнить, потому что, как известно, на каждого гвардейца было по нескому шкетеров, так что... Скоро и Скоро и Франция отойдет в сторону, и все отойдут в сторону, мы будем сравнивать их с теми армейскими ребятами, у кого еще красная звездочка на Кокарде есть из славного Китая. Пожалуй. Не исключено, да. Ну, так завтра. Что завтра? Ну, завтра, завтра. Что нас ждет завтра? Нас? Завтра будет завтра. Завтра будет завтра. Завтра будет завтра, да. 19 января. День до инаугурации. Я не берусь сделать никаких прогнозов, потому что, на самом деле, прогнозы в данной ситуации уже, по-моему, просто безнадежны. Но есть у меня такое чувство, что что-то все-таки может произойти. Я не знаю, что конкретно. Ну, по крайней мере, известно, что вот завтра Трамп собирается помиловать около ста человек. Да. Преступников, не бойся. Ну, государственных преступников, видимо. Так что, ну, видимо, тоже займет достаточно много времени. А как все-таки, извини, мы говорили о его персональном деле, который импичмент называется. Все-таки, как, по-твоему, поставит этот вопрос завтра в Сенате? Ну, вопрос будет поставлен, не всякого сомнения. Вопрос только в том, что утвердить его или не утвердить. То есть, голосование, я очень сомневаюсь, чтобы это было, потому что, на самом деле, по правилам и по конституции импичмент, это, на самом деле, судебный процесс. То есть, вот, если говорить, сравнивать это с какими-то правоохранительными органами, то Конгресс представляет собой в деле импичмента прокуратуру или следственный комитет, который передает дело в суд на основании на основании обнаруженных ими улик. В Конгрессе это не улики, а голосование. Голосование было за, как мы знаем, 10 республиканцев поддержали эту резолюцию об импичменте. И, кстати говоря, уже практически у всех довольно серьезные проблемы начались внутри республиканской партии, что, в принципе, радует. самые большие проблемы, конечно, у Лиз Чейни, дочери бывшего вице-президента Дика Чейни, который республиканцы уже настаивают на том, чтобы она ушла со своего поста директора комитета республиканской партии, национального комитета. Я думаю, что в конечном итоге она вынуждена будет это сделать. То же самое по сути дела и с другими конгрессменами. Я просто еще хочу напомнить, что с конгрессменами дело обстоит гораздо сложнее, чем с сенаторами, потому что конгрессменов избирают каждые два года. Поэтому все те, кто проголосовал против, так же, как и те, кто проголосовал за, их все равно будут переизбирать через два года. В 2024 году в Сенате немножко обстоит дело получше, и вот через два года 20 сенаторов конгрессменов, 20 сенаторов от республиканской партии будут переизбираться. Причем двое из них уже заявили, что они заканчивают свою политическую карьеру, но среди этих 20, в общем, несколько человек, которые достаточно надежно и лояльно проявили себя по отношению к президенту Трампу. Это, прежде всего, Марко Рубио, сенатор Джонсон из штата Висконсит, сенатор Кеннеди из штата Луизиана. В общем, здесь мы можем уже как-то сделать кое-какие прогнозы, что эти люди не будут голосовать за импичмент. А в отношении Митта Ромни в общем-то тоже как-то нечего говорить. Так же, как в отношении Малковский тоже особых разногласий нету. Но вот Митт МакКоннелл до сих пор хранит молчание. И он сказал, что он еще не принял решение. То есть, не совсем молчание, он сказал, что решение он еще не принял. А вот Линдс и Грэм как раз принял решение. Я немножко этому удивился, но он даже написал письмо сенатору Шумеру, пока лидеру меньшинства в Сенате, но тот, который должен стать лидером большинства после 20-го, если инаугурация все-таки состоится. И заявил, что на самом деле это опозорит Сенат, опозорит вообще американскую политику и ни в коем случае не приведет к единению американского народа, о чем, собственно говоря, трубят все лидеры демократической партии и указывают на то, что якобы Трамп разобщил американский народ, а вот они теперь всех собираются собрать. И, кстати, на фоне этого все, что они делают, это как раз наоборот еще больше разъединяет американский народ и никак его не объединяет, включая импичмент и все эти заявления в отношении того, что выборы были абсолютно честными, что все претензии безосновательны, и судебные разбирательства ни к чему не привели. Так что вот такие вот вещи мы обсуждали вчера с добавками, которые на сегодняшний день учились. Кстати, ты обратил внимание, он довольно резкого стона письмо Линси, он такой обычно более сдержанный, вроде бы. Да, но может быть, я не знаю, может быть, его в конце концов угрызение совести замучили после того, что он выступил в Сенате, хотя не похоже, не похоже. Но письмо действительно резкое, да, на удивление резкое. Вот. Ну, так или иначе будем наблюдать, что будет происходить. А может быть, ты знаешь, что вот сейчас я подумал, что возможно это связано с той реакцией большинства республиканцев, которые проявили по отношению к Лис Чене и к другим девяти оставшимся конгрессменам, которые за поддержку резолюции об импичменте. Кстати, наверное, стоит вспомнить того же Карла Рова, который в общем тоже давал интервью и высказывался по поводу импичмента. Вот у него особо мнение такое, что республиканцы могут в массовом порядке в Сенате вдруг присоединиться к своим коллегам из Демпартии и объявить этот второй импичмент. Я не исключаю такую возможность. Если две недели тому назад у меня была твердая убежденность в том, что шансы минимальные, нулевые на утверждение импичмента, то сейчас в свете того, что происходит. Но, тем не менее, даже если просто сделать альфметический подсчет, 52 республиканца, 48 демократов вместе с примкнувшими к ним независимыми кандидатами, независимыми сенаторами, то на самом деле для того, чтобы импичмент прошел, нужно, чтобы 30%, даже 32%, 17 республиканцев проголосовали за. Вот это, мне кажется, все-таки до сих пор очень маловероятно. Я думаю, вот мой прогноз такой, что не больше пяти, и то вряд ли пять наберется. Ну да, каждый все-таки будет думать о своем политическом будущем, а оно очень сомнительно, если человек поднимет руку и скажет, что я за, потому что все-таки объективно говоря, вот все 70, мы не знаем, может 4, может 5, а может все 80, мы не знаем этой цифры, так уж получилось, которые голосовали на выборах 3 ноября, все-таки значительная часть этих людей это голосовавшие за президента 45-го, и как они оценят вот такой подход его однопартики? Ну да, собственно говоря, выборы в Джорджии это доказали, потому что и Трамп лидировал в Джорджии, и сенатор Лофлер лидировал, и сенатор Пердью лидировали, а потом вдруг опять кончились чернила, как было 3 ноября, или трубу прорвало, я не помню, чернила кончились в Пенсильвании, в Джорджии прорвало. Да, в Джорджии труба прорвала. Да, но тем не менее после этого сразу стали расти голоса, так что мы теперь точно знаем, что те, кто голосовал за Трампа, голосовали за сенаторов, республиканцев, а те, кто голосовал не за Трампа, ну там может быть и умершие люди, и вообще люди, которые не имеют гражданства и так далее, но в конце концов победила, как говорится, дружба, победила? Нет, победила демократическая партия. Демократическая партия, да я шучу, но там же говорили, что в общем-то не без иронии, что целыми кладбищами голосовали, в этих Штатах. Ну что ж, поделать. Хорошо, если у тебя есть еще какая новость, у нас буквально несколько минут осталось до перерыва, то поделись. Я хочу просто прояснить вообще ситуацию с импичментом, что на самом деле мы уже только что говорили, что Сенат представляет собой как бы аналог суда, судебного заседания, поэтому за один день в Сенате это точно невозможно решить, потому что надо выслушать показания свидетелей, выслушать показания адвокатов, кстати, среди адвокатов Трампа будет профессор Городского университета и в общем очень известный адвокат Аллен Дершевиц, и таким образом все это перенесется, ну, 20 января уже тоже никакого заседания не может быть, потому что инаугурация должна быть, а как заявил Тершевиц, после окончания срока правления президента импичмент уже является незаконным и неконституционным, то есть это нарушение конституции, и видимо таким образом все должно быть спущено на тормозах, но мы видим уже за последние 4 года, а за последние 3 месяца мы видим столько нарушений конституции, причем все те, кто ее нарушает, этой же конституции прикрываются, так же, как все, кто нарушает права демократические и право свободного изложения своей речи, то есть свободы слова, тоже прикрываются именно вот этими нападками, что вот, дескать, другие это нарушают, мы-то как раз самые что ни на есть сторонники демократии, свободы слова, и конституции, а на самом деле все наоборот, это тоже уже было, кстати говоря, в недалеком прошлом, в странах, о которых мы уже сегодня говорили. Это да, ну, ты любишь вспоминать и сделать примеры с советским союзом, которого нет, а я еще дальше пойду и вспомню вообще-то еще царскую Россию и такого писателя Федора Михайловича Достоевского, которого наши слушатели и в школе изучали, и почитывали даже то, что было вне школьной программы, а такой роман у него был бесы, он был вне школьной программы, ну, я думаю, что его помнят хорошо слушатели, и вполне, а если не помнят, могут освежить в памяти, и у них найдется очень много вот этих параллелей с вот с той бесовщиной, которая готова объявить не только второй импичмент, а двадцать второй из вот только исключительно ненависти к конкретному человеку. Совершенно верно, но, кстати говоря, роман бесы был в Советском Союзе запрещен во времена Сталина, его, по-моему, первый раз напечатали после 20-го съезда партии в 56-м году, ну, где-то в 57-м, 58-м, в конце 50-х он вышел наконец-то в первый раз, а при Сталине он был запрещен, так что здесь тоже возможно скоро будут книги запрещать, а что, собственно, да, что мешает? Абсолютно. Начнут, я понимаю, начали уже Ствена и прочих классиков, но доберутся до Оруэлла, это в первую очередь, потому что уж не хочется себя в зеркале узнавать совершенно четким образом. Ну, я бы первым делом запретил бы не Оруэлла, а Гоголя, Мертвые души, мне кажется, это более актуально. Ну, да, это более актуально, но фундаментально надо Оруэлла просто, да и Замятина, и других, тех, кто, в общем, кое-что предвидел. Хорошо, у нас настало время нашей паузы, оставайтесь с нами, мы готовы принимать ваши вопросы, если таковые будут, а пока реклама. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу и в этой части вы можете позвонить по телефону 847-400-5200 и задать ваш вопрос. И у нас уже есть звонки. Уже есть, я только напомню, что с нами сегодня Игорь Тухин из Бостона. Слушаем вас. Добрый день. Алло. Говорите, добрый день. Здравствуйте, это Народная волна, да? Да, да. Окей. В политике Америки последних 12 лет почти что не соблюдали законы. А кроме законов джунглей. Если не убьешь ты, то обязательно убьет себя. Я помню еще несколько, в течение этих 12 лет рассматривались все деяния нашей Хиллари, Обамы и так далее. Но никто ничего не сделал. И после выборов 2020 года у Трампу была возможность спасти страну, если бы он ввел военное положение. Но он не ввел, а ввели его соперники. И сегодня уже его самого приговаривают к импичменту, к очередному его сторонников к преследованиям и бесконечным истязаниям. Как вы думаете, нужно было ли вообще республиканское патио в течение 12 лет вести себя так мягко и слабо? Спасибо. Спасибо за вопрос. Игорь, пожалуйста. Прежде всего, я не совсем понял, почему вы говорите о 12 годах, потому что Трамп находится у власти с 2017 года. Завтра исполняется ровно 4 года, как он стал президентом, а до этого 8 лет у власти находилась демократическая партия во главе с президентом Обамой. Так что 12 лет это явно преувеличено. И, в общем, в этой ситуации Трамп пытался сделать что-то. Почему он действовал более резко? Я думаю, потому что он действительно пытался все вести по закону в соответствии с Конституцией и в соответствии с своими полномочиями, не нарушая и не превышая власть, что, собственно говоря, сейчас делают демократы. Поэтому говорить о том, почему Трамп не превысил свою власть и не повел себя так, как они, ну, видимо, он считает, что это просто недопустимо, что даже если он президент Америки, он должен действовать в рамках закона. И, как, собственно говоря, я говорил уже не один раз, что, в отличие от России, где президент больше, чем президент, в Америке президент меньше, чем президент. Ну, можно и так сказать, потому что от него ждали действительно более, скажем так, решительных действий многие, особенно в отношении, ну, скажем, его политических оппонентов. Они, на самом деле, заслуживали этого, вспомнить одни только имейлы Хиллари Клинтона, ну, и так далее. Мы это называли не один раз, десятки раз об этом говорили, и, в принципе, ну, можем говорить и еще столько же, но это не было сделано. И это, может быть, в принципе, когда-нибудь будут, оглядываясь назад, говорить, а может быть, он и не прав был в этом. Скажите, а мог ли Трамп вообще самолично что-то сделать? Насколько я понимаю, этим занималось Министерство юстиции и ФБР, что составляет костяк, так называемого, тип стейт. То есть, чиновники, бюрократы, которые работают на определенную партию, которые не заинтересованы в том, чтобы докопаться до истины, и что в этой ситуации Трамп мог сделать? На самом деле Трамп действовал в рамках закона, то, о чем я говорил, что он мог сделать, если бы он делал, вел себя не так, как ему предписано по закону, но тут можно говорить, разные теории можно придумывать. Знаете, когда человек вырывается из рамок закона, он становится диктатором, а диктатору позволено все, так что Трамп не пошел по этому пути, а придерживался закона и понимая, что все вот эти организации, Министерство юстиции, ФБР, они, в общем, не помогают ему в этом, а скорее наоборот. Скорее наоборот. Это точно. У нас есть звонок, и говорит, давай попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в продолжение к тому слушателю, который только что позвонил. Понимаете, эти рамки закона, они, конечно, хороши всегда, это правильно, но дело в том, что либо ты, либо тебя, он это правильно совершенно заметил, и тем, что он, по крайней мере, имел в праве вести закон о восстании, это он, ну, не военное положение, а закон о восстании, он в праве был. Так он этого не сделал. Я не знаю, какие там причины внутренние были всякие, мы этого не знаем, но, тем не менее, все сторонники теперь попадают под пресс и под жестокую чистку. Спасибо за ваш звонок. Ну, Игорь, ты можешь это комментировать? Я могу высказать только свое мнение, потому что я не могу ручаться за то, о чем думал Трамп, но, видимо, в этой ситуации, после того, что произошло 6 января, когда на него, в общем-то, сделали из него, на самом деле, самого настоящего козла отпущения, хотя ничего в его речи не было подстрекательского и ничего не было такого, что можно было привести к штурму. На самом деле, все, что любой человек говорит, из контекста можно вырвать одну фразу и интерпретировать ее так, как кому угодно. Собственно говоря, то, что сделали демократы в этой ситуации, видимо, у него были основания не вводить это военное положение или закон о восстании, потому что он не был уверен в том, что он выиграет. А если бы он проиграл, то тогда ситуация была бы очень-очень неприглядная для него и для членов его семьи. Это мое мнение, я не могу ручаться за это, но, ко всему прочему, хочу напомнить, что до инаугурации остается еще один день. Кстати, у нас есть звонок, послушаем вас. Добрый день. Алло, здравствуйте. Я могу говорить, да? Пожалуйста. Ваш гость несколько раз повторяет, что Трамп сегодня хотел делать по закону и так далее. Причем тут это. Вполне в рамках закона он мог расследовать многие вещи, а мы все время это, так сказать, прощаем. В Бенгаре ерунда, там, я не знаю, клинтонские мэйлы ерунда, клинтонский фонд, ерунда, ну все ерунда. Я могу перечислить 10 вещей, которые можно было вполне в рамках закона создать специальную комиссию и так далее. И тогда бы, у них не было бы столько времени преследовать Трампа и создавать свои комиссии. Это первое. Я думаю, основная причина, сейчас Игорь скажет свою версию, вот, именно на мои эти слова, и на слова вот нескольких предыдущих людей, они именно это имеют в виду, совершенно не против закона идти. Я думаю, потому что у нас последние уже, может быть, даже и не 12, а больше лет, у нас фактически не было нормального генерального прокурора, у нас юрисдикция хромает, у нас FBI не работает, просто не работает. Вот и все. Что вы думаете по этому поводу, именно в этом свете никто против закона не предлагает идти. Спасибо. Спасибо. Вам звонок. Игорь, пожалуйста. Собственно говоря, вы сами ответили на вопрос, что у нас не было генерального прокурора, я с вами абсолютно согласен, но именно отсутствие генерального прокурора и мешало Трампу вести эти расследования. Как мы знаем, последний генеральный прокурор, он же министр юстиции Барк, сначала проявил какую-то, лояльность и в общем активность по поводу этих и у многих, у большинства людей, которые поддерживали Трампа, было создано такое впечатление, что уж этот человек доведет до конца все претензии, которые были, все эти нарушения, причем даже не нарушения, а преступления, которые были зарегистрированы и, конечно, в Бенгазе, вы правильно вспомнили, и мейлы, и фонды Клинтонов, и другие вещи, и, конечно, дело Хантера, Байдена, ну, перечислять можно много, это больше, чем 9 пунктов, намного больше, но, тем не менее, в конечном итоге прокурор вдруг неожиданно заявил о том, что нет вообще доказательств, что были какие-то махинации на выборах, ну, собственно говоря, о чем тут еще можно говорить, да, я с вами абсолютно согласен, не было министра юстиции, генерального прокурора, который мог бы взять под свое крыло все эти расследования и настаивать на этом, но с другой стороны нужно тоже учитывать, это все-таки очень важный факт, что на самом деле должность президента заключается не только в том, чтобы наказывать своих оппонентов и привлекать их к судебной ответственности, но это еще и международная политика, которая, кстати говоря, очень успешна, это всякие посещения международных конференций, из которых Трамп тоже достаточно успешно выходила из Парижского аккорда и, извините, из Иранского соглашения и социальные проблемы, которые он тоже решал достаточно успешно и в отношении меньшинств и проблема пандемии, которая, в общем-то, появилась совершенно неожиданно и отняла у него, по сути дела, целый год его деятельности, потому что ничем другим в этот момент заниматься было невозможно, это только демократы могли заниматься импичментом, когда вся страна находилась в тяжелой опасности. Ну, кстати говоря, я бы расширил не только разговоры о министре юстиции, но еще и другие силовики, они тоже политизированы и работали конкретно на одну партию. У нас есть звонок и мы послушаем вас. Добрый день. Говорите. Здравствуйте. Алло. Да, да, да. Добрый день. А, хорошо. Вот я сейчас послушал последних звонящих, они все правильно говорят, ведущие пытаются объяснить и Трамп столько хорошего сделал. Закончится только одним поджогом Редстага. Все, что он сделал, сейчас переломают через колено. Средства у нас информации этого показывать не будут. Если ты не наказываешь негодяев, негодяи начинают говорить, послушайте, что бывший возглавляющий ФБР Кома сказал недавно. Забрать у него все полномочия экс-президента, все забрать, не допускать никаким условиям. Его будут сейчас давить, душить. И знаете, что, вчера прочитал статью о Керенском, мне очень понравилось, профессор Петербургского университета показал. Он был самым демократичным лидером России. Он не хотел гражданской войны, я понимаю, но закончится добро только плохим. Поэтому, если ты взял суши болото, ты его суши, ну хотя бы в рамках закона наказывай. Никого не наказал, Клаппер, другие, все смеются над ним, а один человек, которого вы не упоминаете, сидит рядом с Белым домом, по фамилии Обама Хусейн и радуется, потому что он возглавил все это. Так что не надо говорить, да, он много сделал, но он делал, не думая о том, что он сидит в осином гнезде. Все. Так что в рамках закона это было наказывать. Спасибо за ваше мнение, спасибо за ваш комментарий, ну пойдем дальше. Не могу удержаться, чтобы не сказать. Трамп, ну во-первых, Министерство юстиции имеет декларированную как бы независимость, то есть Трамп не может напрямую влиять, ну так традиционно сложилось, Министерство юстиции принадлежит некая независимость. Это первое. Президент не занимается расследованием, расследованием занимается Федеральное бюро расследований, под контролем Министерства юстиции. Не может Трамп прийти, вытащить за ухо Коми и расстрелять его. Это невозможно. Ну то есть, я не знаю, как еще объяснить. Я, кстати, сказал на эту тему, что если бы Трамп действовал так, как предлагают наши уважаемые радиослушатели, то он бы приступил закон и стал бы диктатором, а диктатору позволено все. Но, видимо, Трамп решил, что он не может этого сделать? Ну, скорее всего, так, потому что мы... Сравнивать его с Керенским, мне кажется, совсем неправомощно, потому что Керенский был просто действительно либералом, он был демократом, хотя тоже, кстати говоря, при нем тоже были аресты, и тоже были увольнения, и тоже были репрессии по отношению к другим людям. Революция была, ну что, что тут скажешь, когда революция, она всегда кровава. Так, у нас есть звонок? Послушай, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот если так посмотреть, что оказывается, что, казалось бы, порядочные люди, Верховный суд, например, шесть там настоящих консерваторов, и тот же бар, и так далее. Мы считали, что они порядочные люди, а потом, ну, мы посчитали, что они предатели. А на самом деле, если человек порядочный, то он остается порядочным, значит, к ним применили, что могут применить? Либо кнут, либо пряник. Пряник это подкуп, их не подкупишь. Их запугали, и запугали крепко. У них у каждого есть семья, дети, и все прочее. Поэтому это идет 37-й год, только это первая, как бы, ступень этого 37-го года, а будет дальше продолжение. Какое ваше мнение? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Игид, пожалуйста, мы об этом много говорили. Первая ступень 37-го года началась в 29-м году, когда Троцкого изгнали из Политбюро и выслали из Советского Союза. Потом была вторая ступень, началась у нас убийство Кирова в 34-й год и репрессиями. А 37-й год это уже финишная прямая перед войной. Третья ступень, ну, что здесь можно сказать? Я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет, но да, конечно, какие-то рычаги воздействия были применены, мы об этом тоже уже говорили не один раз, и не только в отношении Бара, не только в отношении верховных судей, но и, скорее всего, по отношению к вице-президенту Майку Пенсу, который до последнего дня говорил, что он собирается оспаривать решение, а в конечном итоге изменил свое решение. По какой причине, я не знаю. А с другой стороны, тот же самый Майк Пенс категорически отказался от инициативы применить 25-ю поправку по отстранению президента от должности, что, собственно говоря, было намного более действенно с точки зрения демократической партии, чем заседание в Конгрессе и завтрашнее заседание в Сенате. Так что это, в общем, вещи, которые мы не можем даже обсуждать, мы можем только делать какие-то предположения, а выводы, ну, выводы... Может быть, когда-то узнаем, а может и нет. У нас есть звонки. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте, это Анна из Нью-Йорка. Здравствуйте. У меня сейчас историторический вопрос. Вот вы говорите, что Трамп не захотел быть диктатором. Ну и кому от этого теперь легче? Кому от того, что он не захотел просто силовыми методами решить этот вопрос? Можно встречный вопрос. А вы уверены, что, скажем, армия или нацгвардия поддержала бы силовые методы Трампа? Вы уверены, они же поддерживают демократов? Ну, сейчас он вообще потеряет, понимаете, у него тогда, по крайней мере, был какой-то шанс. Какой шанс? У него уже и этого шанса не было. Какой у него был шанс? То есть, взять в руки автомат и пойти расстреливать к хедрению Фени, ФБР и Министерству юстиции? 6 числа в Вашингтон-ДС собрались миллионы людей, которые ждали от него, но хоть какого-то знака. Армия не пошла бы, народ пошел бы. Это гражданская война, причем в очень горячей фазе. Потом выступление Трампа... Между прочим, я хочу вам сказать, что когда в Америке началась гражданская война во время правления президента Линкольна в 1861 году, то Линкольн прежде всего заручился поддержкой генералов. и сейчас это просто спекуляция говорить об этом, но, видимо, у Трампа не было такой поддержки, которая была у Линкольна. И, кстати говоря, это тоже можно объяснить, потому что во времена Линкольна средства массовой информации не имели такое влияние, какое имеют сейчас. Плюс еще не было этих социальных сетей, которые тоже выборочно делают то, что они хотят. Что касается генералов, я более чем уверен, что значительная часть солдат, так сказать, рядового состава безусловно поддерживает Трамп. Что касается генералов, это такие же бюрократы, которые сидят в ФБР, в Министерстве юстиции и других. Это люди, которые, участвуя в каких-то войнах, разворовывают деньги. Во время иракской кампании потерялась просто куча грузовики кеши потерялись. Как вы думаете, они просто заблудились в пустыне и куда-то исчезли, или все-таки кто-то нагрел на этом руки? Так что говорить о поддержке генералов, которые сидят в Пентагоне, это такие же твари, такие же продажные шкуры обыкновенные, которые делают политическую карьеру и набивают себе карманы. За редким исключением. За редким, извиняюсь, исключение несомненно есть, но дело в том, что да, ты правильно заметил, они бюрократы, и это люди, которые, как правило, кто на самый верх выходит, это те, кто, скорее всего, не на поле боя умеет доказать свою большую значимость в полезность, а именно в мировоззрительных коридорах. Тем более, мы уже знаем одного такого боевого генерала, Колина Пауэлла, который... О, да. Талантливого, весьма. Во всех отношениях. Во всех. Теперь он тоже один из тех, кто никак не уймется, ну, по понятным причинам, что там вся, вся, как Камарилья, которая еще при Буше работала, они, по-моему, даже пытаются пересвистеть Обаму и его с подвечников. То есть, они более активны. Неприятие 45-го, да? В республиканской партии тоже есть глобалистская лаби, которая набивает себе карманы за счет продажи интересов Америки к Китаю. Абсолютно. Вот, то есть, если вы посмотрите на ту коалицию, которая сегодня выстроилась против Трампа, против республиканцев, которые поддерживают политику Трампа, вы же знаете, там десятки корпораций отказались финансировать избирательные компании республиканцев, которые придерживаются политики Трампа. Это все корпорации, которые заинтересованы в набивании карманов. Их, безусловно, не интересует, что будет происходить с людьми, которые работают здесь, которые миллионами будут терять рабочие места. Их это не интересует. А вот это глобальная система, когда такой... Китай в голове, Сереж, конечно. Абсолютно. И китайские деньги в карманах, ну а как же, интересы тут понятны. А это одиозная фигура Суалвелла, которую мы уже не разу упоминали, который работал на Китае, по сути дела, которого китайцы из дерьма, из члена Совета Городского сделали конгрессменом, еще и воткнули его в комитет по разведке. И после того, как стало известно, когда ФБРовцы ему намекнули, что, детка, слышь, ты фанг-фанг-бам-бам-бам там с китайской шпионкой на протяжении ряда лет, она вдруг раз растворилась, растворилась. И вот после этого скандала, когда республиканцы некоторые потребовали убрать его из комитета разведки, Пелосин назначает его менеджером по импичменту. Заметь, если бы он был республиканцем и протрамповским, я думаю, что... Слушайте, на протяжении трех лет или четырех лет Трампа обвиняли в связи с Россией и уничтожали буквально. Мне бы хотелось сейчас сказать пару слов о том, что собирается делать Байден, когда он станет президентом. Это то, что он собирается выдвинуть резолюцию для утверждения в Конгрессе о выдаче вида нажительства, то есть грин-карт 11 миллионов нелегалов, которые находятся на сегодняшний день в Америке. Сомнительно, что этот закон будет принят в Сенате, несмотря на то, что большинство все равно за демократами, но нужно, чтобы все демократы проголосовали за. И это сомнительно, так же, как и в Конгрессе минимальная разница. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, если этот закон на проект не будет утвержден, то все равно Байден имеет право как президент предоставить крупномасштабную амнистию людям и выдать им документы, позволяющие им легально находиться на территории Америки. Кстати говоря, подобный прецедент уже был в американской истории. Это было в 1986 году. Правда, тогда размер намного был меньше. Трем миллионам нелегалов дали грин-карту. И что произошло после этого? После этого штат Калифорния стал демократическим. А это напомню, 55 электоральных классов. Кстати, гватемальцы откликнулись на заявление Байдена, и уже там семитысячная кавалькада пытается прорваться через мексиканскую границу с юга, с тем, чтобы успеть попасть сюда, потому что Байден обещал всем дать гражданство. О, да. Да, но это один из элементов его программы, там много приятных кавычках вещей, возвращение в Парижскую, по климату, в Иранскую, с иранцами там самолеты денег опять туда направят. Ну, хорошо, мы не будем гадать, пока этого еще, слава богу, не случилось, а случилось то, что передача наша подошла к концу. Игорь, спасибо большое, спасибо всех, кто нас слушал. Слушайте нас также на ТВ-клубе Континент и будьте здоровы. Спасибо. До свидания.